У нас появился следующий вопрос, на который уже много кто ответил. Можно ли хорошо жить в полном одиночестве? Смотрите, мы иллюстрацию даже такую сделали. Тот самый Киану Ривз. Да, из красной таблетки. Да, да. Из красной таблетки. Ага, так. Вот у нас 1700 человек считают, что нет, нельзя. При этом 400 человек, почти 500, то есть соотношение примерно 3 к 1 считают, что вполне себе можно жить хорошо, в полном одиночестве. И еще 150 человек интересуются, можно ли было все это время жить не в одиночестве. Так, на чьи мы с тобой? Мы за что голосуем с тобой? Можно тоже присоединиться, раз каждый голос важен? Я бы проголосовал, что хорошо жить в полном одиночестве нельзя. Так, почему? Ну, дело в том, что... Я одну книжку читал, хорошую, могу порекомендовать, Мэтью Либерман, социальный вид. И он там говорит о том, что в последнее время он занимается тем, что называется, значит, социальные, как-то, когнитивные нейронауки. И вот они с помощью ФМРТ, а также новых способов, там какой-то инфракрасный способ еще есть, да, отслеживание активности в нашем мозге в реальном времени. И вот он, значит, говорит такую фразу, что мы всегда воспринимали мозг человека как некую самостоятельную сущность, а это, скорее, даже магистраль, через которую проходят социальные взаимодействия с другими людьми. То есть, вот, скорее, даже вот такая, такой образ. Ну, действительно, социальная теория развития мозга, она одна из самых убедительных. Ее автором стал, ну, там авторов много, но, в общем, исследование Робина Донбара, ухсорского профессора, выдающегося совершенно исследователя, антрополога, который провел достаточно такой неожиданный эксперимент, да, он исследовал 38 видов обезьян и смотрел, как соотносится математический размер их мозга с социальной группой, которую они образуют. И выяснилось, что существует совершенно жесткая математическая корреляция. Чем больше мозг приматает, тем больше те социальные сети, которые он организует. Ну, и мы в этом смысле самые общительные, самые социальные существа, и наш социальный мозг удерживает 150 человек, то есть это 150 человек, о которых вы регулярно думаете, которые сами по себе всплывают в вашей памяти, когда вы о чем-то думаете, там, и так далее. Они образуют так называемые слои Донбара, это тоже такая целая отдельная концепция. А это тоже что называют кругами? Круги, слои, или это разные вещи? Нет, это слои, это вот, и круги, это же от перевода будет зависеть от слои Донбара. Вот, значит, и эти слои определяются уровнем близости, или точнее объемом тех социальных, как бы многообъемом связей, которые мы устанавливаем. То есть в нашем ближнем круге это пять человек, это те, кому мы считаем, это называется круг безусловной поддержки, это те люди, к которым, когда мы обращаемся, мы уверены, что они не могут нам отказать в какой-то помощи. Следующий круг – это там 15-20 человек, это психологической поддержки, то есть мы можем к ним обратиться за помощью, но рассчитываем на психологическую поддержку. Мы не уверены, что они сразу вскочат и начнут нам это. Но для того, чтобы такие отношения с людьми сформировать, и вот мы как раз говорим про социальный мозг, это очень важно понять, мы должны тратить время. И кажется, что вот встретился, провели, значит, уикенд замечательный, и вы знаете друг друга просто душа в душу и так далее. Это полная галиматья и наваждение. Потому что для того, чтобы установить по-настоящему глубокие и полноценные отношения, нашему мозгу нужно очень много времени непосредственного контакта. Для того, чтобы попасть в этот круг психологической поддержки, мы должны провести друг с другом больше 2000 часов. Больше 2000 часов разговоров. Это вот именно дружба или это прямо… Это вот психологическая поддержка. Психологическая поддержка. Да, поэтому сейчас у всех на самом деле социальный мозг очень плохой, потому что люди столько времени друг к другу не тратят. Поэтому на самом деле у нас проблемы с социальностью, поэтому многие чувствуют одиночество, поэтому многие хотят одиночества, как мы видим, и так далее. А для того, чтобы он вообще вошел в ваш ближний круг, то это 3-4, а то есть 6 тысяч часов надо потратить, для того, чтобы человек стал по-вашему своим. Вот вспомните, как кризисы брака проходят. Там люди сначала живут еще, причем вместе. Раньше это быстрее происходило. Но раньше обязательный кризис был год, 3-7 кризиса брака. И на самом деле это переходы этих 2-х тысяч часов, 4-х тысяч часов, 6-ти тысяч часов. И люди постепенно перерождаются друг под друга, формируя внутри мозоль имени моего партнера. Мозоль нейронных связей. И поэтому, когда расставание так больно, потому что он уходит, а у тебя остается… А почему так больно, если мы с кем-то расстаемся? Вот может быть этот момент затронем? Прекращаем вообще. Значит, надо понимать, что мы не взаимодействуем друг с другом. Мы взаимодействуем с образом другого человека в себе. И этот образ создается как раз длительностью социальных связей, психологических каких-то контактов, кризисов, которые мы переживаем и так далее. Потому что все эти контакты приводят к тому, что нейроны, которые в этот момент активизируются, они друг с другом сцепляются и формируются действительно, ну, образно говоря, это, конечно, не нарост, но это сложная нейронная сеть, объединяющая разные области мозга, которые представляют во мне того человека, с которым я взаимодействую. Значит, вот точно так же у меня в голове, в том же самом мозге, в премоторной коре, есть, условно говоря, представительство моей руки. То есть там есть зона мозга, которая отвечает за эту руку. Она с ней, я же двигаю, это не потому что пальцы захотели, а потому что здесь у меня соответствующие, единородные дали им руке соответствующую команду. Потом вы отсекаете руку, ну, это не обязательно делать для того, чтобы убедиться, но... Не повторяйте это дома. Да, не повторяйте это дома, но вы отсекаете руку, у вас возникают так называемые фантомные боли. То есть у вас, например, начинает чесаться или дико болеть мизинец отсутствующей руки. Или, например, что-то там еще происходит с... Там, я не знаю, ну, в общем, боли фантомные. Это что такое? В мозге-то ничего не отрезали. Там эта часть, эти нейронные клетки, отвечающие за руку, остались, и они продолжают говорить, слушай, я там, а ты вот мне никакого, ни обратной связи, ни чувств, ничего. И он начинает сам галлюцинаторно воспроизводить. И точно так же человек, который стал нашей частью, потому что он... Нейроны теперь... Мои нейроны обслуживают его образ. Он уходит, этот... А у меня эти нейроны-то остались. И они говорят, а где? Верни. Поэтому люди начинают идеализировать свое прошлое после расставания. Говорят, как это было прекрасно, давай-то вернемся. Начинают пытаться возвращаться, не понимая, что на самом деле они просто пытаются найти для своих этих нейронов, осиротевших, лишившихся не руки, а партнера, пытаются его обратно засунуть. Вот, конечно, с течением времени они рассосутся, эти связи, которые обуславливали образ другого человека. Другой человек станет центром, значит, вокруг которого начнут конфигурироваться на эти нейронные связи. Но вот эта боль, она связана реально с отсутствием предмета, по поводу которого у меня есть ощущение, что он не может не быть, потому что соответствующие нейроны из моего мозга никто не вырезал. Ну, не нейроны, конечно, нейронные сети, ансамбли нейронов. В общем, я сейчас не буду корректироваться, но, в общем... Важный момент, на который нам стоит обратить внимание, это то, что слово боль, оно не метафорическое, оно в действительности буквальное. То есть есть исследования, которые говорят о том, что переживание, одиночество, расставание – это чувство сродни физической боли. И поэтому нам так тяжело, и поэтому отношения так важны. Нам, кстати, нужен следующий вопрос. Я тоже скажу, что это не просто сродни. Те же самые нейронные центры, которые отвечают за боль, физическую боль в мозге, активизируются в тот момент, когда вы теряете человека, или погибают, уходят из вашей жизни и так далее. Те же самые нейронные центры, отвечающие за боль, реагируют.